Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня тема нашей беседы – осторожно, конъюнктивит. Конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки глаза. Это самое распространенное заболевание глаз в мире. Около 30% пациентов обращаются к офтальмологам именно с воспалением конъюнктивы. Если у вас появились такие симптомы, как слезотечение, резь в глазах, чувство жжения, покраснение, светобоязнь, появился отек век, появились гнойные выделения, ощущение песка или инородного тела в глазу, вам срочно необходимо обратиться к врачу. Возбудителями заболевания могут быть стафилококк, стриптококк, гемофильная палочка, пневмококк, гонококк, дифтерийная палочка, хламидии, вирусы, например, аденовирусы, грибы. К факторам риска относятся иммунодефицитные состояния, хронические инфекции, такие как гайморит или танзелит, несоблюдение правил гигиены, неправильный уход за контактными линзами, некачественная косметика, посещение общественных бассейнов, купание в реках. Часто встречаются виды конъюнктивитов. Бактериальный. Начинается остро, гнойная отделяемая, обильная, иногда стекает через край века и засыхает на ресницах. Вирусный конъюнктивит начинается с одного глаза, через несколько дней вовлекается второй глаз. Обильное покраснение, слезотечение, слизистая отделяемая, иногда воспаляются верхние дыхательные пути и повышается температура. В слизистой оболочке возможно кровоизлияние и образование пленок, которые можно снять ватным тампоном. Увеличиваются околоушные лимфатические узлы. Аллергический конъюнктивит проявляется покраснением, сжением, зудом под веками, светобоязнью, сильным отеком. При появлении признаков болезни очень важно не заниматься самолечением, придерживаться рекомендаций лечащего врача. Иначе это грозит осложнениями, которые трудно поддаются терапии. При правильно назначенном лечении прогноз благоприятный. Заболевание обычно проходит за 1-3 недели. При переходе в хроническую форму необходимо продолжать лечение синдрома сухого глаза. Лечение зависит от типа заболевания. Если конъюнктивит вызван бактериальной инфекцией, назначаются антибактериальные капли. Антибиотики не лечат инфекцию, вызванную вирусом или аллергией. При аллергическом конъюнктивите показаны определенные капли, которые помогут справиться с зудом и отечностью. Помимо антибиотиков в схему лечения входят нестероидные противовоспалительные препараты и кортикостероиды, заменители слезы. Важное правило лечения – не накладывать повязку. Под повязкой невозможны мигательные движения век, способствующие эвакуации из конъюнктивальной полости гнойного отделяемого. Это создает условия для развития микробной флоры и осложнений со стороны роговицы. Профилактические меры. Соблюдайте правила личной гигиены. Необходимо регулярно мыть руки теплой водой с мылом. Не касаться грязными руками лица и глаз. Регулярно проветривайте помещение. Используйте только качественную косметику. Проверяйте срок ее годности. Необходимо предупреждать и лечить острые заболевания дыхательных путей, которые являются пусковым фактором конъюнктивита. Соблюдайте рекомендации по уходу и ношению контактных линз. Нельзя использовать их при первых признаках воспаления глаз. Редактор субтитров А.Семкин